Всем привет! Сегодня я в очередной раз покажу вам свои покупки. И это будут покупки больше по уходу за телом и по уходу за волосами. Начну с волос. Приобретала вот такое вот средство. Оно вверх тормашком, как обычно, потому что просто его осталось здесь совсем чуть-чуть. И я его ставила так вот стекать. И это средство от чистой линии, бальзам для волос, укрепление и уход. Я очень долго думала в магазине, какой именно выбрать этот для нормальных волос и кожи головы. Очень мне понравился. Я им очень довольна. Приятный очень запах у него. Мне его хватило, не знаю, на раз 10, наверное. Вот еще на один раз осталось. Наверное, стоило бы его показать в пустых баночках, но уже не буду о нем рассказывать в пустых баночках, так как показываю здесь вам его. Хорошо расчесываются, распутываются на кончиках и по всей длине, в принципе. Мне очень нравится. Довольно. Бюджетный вариант советую. Еще давно я приобретала вот такое вот средство. Это масло эликсир преображения от Гориньер, фруктис. Я его приобретаю уже во второй раз, по-моему. Такого тюбика мне хватает на год использования. Я мою голову через каждые два дня. Так же, как и делаю, в принципе, маски для лица. В общем, все процедуры делаю в один день. Нравится его запах, нравится так, как он влияет на мои волосы, то, что он делает с ними. Они у меня блестят, они у меня не спутываются. Кончики увлажненные. Конечно, очень посеченные кончики и такие жесткие, как особенно у меня бывают, когда волосы отрастают. Он с ними ничего, конечно, не делает такого, но увлажнять все равно увлажняет. И еще я приобретала шампунь от Пантин. Это интенсивное восстановление. По-моему, я уже приобретала именно интенсивное восстановление. В общем, честно сказать, ничего особо не могу, так как опять по акции взяла большой объем. Это 400 мл. Мне нравятся их не запахи у Пантин. Мне нравится, что даже с применением просто одного шампуня волосы сразу распутываются, становятся мягче, вымывает хорошо грязь с кожи головы. Но вот большие бутыльки почему-то у меня и у моего парня вызывают перхоть. Особенно от длительного использования. Я понимаю, что нужно какие-то иметь еще варианты, чтобы как-то комбинировать их, наверное. Но не всегда есть такая возможность. Тем более, что у нас недавно закончилась другая серия шампуней. И вот мы приобрели недавно только вот этот. И он уже вызывает у моего парня перхоть. Не знаю, у него какая-то вообще проблема с этим. Ну и быстро пробегусь по продуктам для тела, которые я приобретала. В общем, приобрела я вот такой вот крем тип-топ детский. Обычный крем такой. Я раньше его использовала на лицо. Еще когда была помоложе, сказала старуха. В общем, в принципе, неплохой крем. Это у нас от Невской косметики. Для чего я его приобрела? Для того, чтобы использовать его на ноги, на руки. В качестве обычного крема для ног, либо крема для рук. Потому что, не знаю, ничего мне не хочется сейчас такого особенного покупать для рук. Чтобы 10 тюбиков было, 5 для ног, 5 для рук. Ничего такого не хочу. Вот один купила. Здесь, кстати, 40 миллилитров. И хватает его довольно-таки надолго. Я его перелила вот в такую упаковку. И очень удобно и в сумке носить, и так поставить куда-нибудь. В общем, удобно в использовании. Еще я приобретала вот такие вот тоже из разряда детей. Крем мыло детское. Я и мою тело. Мне очень нравится. Это тоже Невская косметика. Ушастый нянь. Не знаю, мне вот именно ушастый нянь нравится намного больше, чем остальные другие детские мыла. Часто даже захожу в супермаркет, и рука тянется только к ним. И еще я приобретала как-то вот такой вот скраб от Organic Shop. Очень хотела. У нас они стоят на Украине очень дорого. Здесь цена, в принципе, нормальная. Я приобрела не шоколадный или какой-то кофейный, по-моему. Идет такой вот звезда Ютуба. Этот обычный, он у меня идет с... Это даже не скраб, а пилинг для тела. Органический экстракт корицы и меда. Такой ядреный запах, ароматерапия, можно даже сказать. В ванной происходит, когда я открываю этот бутылек. Даже сейчас такое блохаухание. В общем, очень такие крупные здесь частицы. Это в основном идет какая-то морская соль. Я им пользуюсь уже давно. Использовала не очень много, так как пользуюсь нечасто им. И именно тогда, когда делаю маски, мою голову. Да, может быть, это странно звучит, но я не люблю, допустим, пользоваться каждый день такими вещами. Я люблю пользоваться через день, вот через два дня. Как бы через два дня стабильно я пользуюсь этой вещью. Все равно хватает маленькой жменьки. И частиц этих здесь много, хотя они и крупные. Но хватает их практически на все тело. Тем более, что я наношу в особенности на какие-то определенные участки, проблемные участки. Поэтому еще средство, которое я очень полюбила. И попробовала я его только здесь, в России. И у нас как-то не обращала внимания. Не то, чтобы у нас нет таких вещей. Они есть везде. Просто я как-то у нас не обращала на это внимания. Не знаю, не очень мне было это интересно. Здесь я вот приобрела. Чего-то хотелось такого для тела. И решила попробовать детское масло. У кого-то из блогеров я видела. Кто-то советовал. Когда-то еще давно. И вот я вспомнила, решила взять. Взяла 100 миллилитровую сначала. Это классическая, по-моему, версия. Она идет с таким нейтральным очень запахом. Это масло для тела. Удерживает до 10 раз больше влаги. Масло, как вы знаете, все для детей. Но вся продукция для детей мне очень нравится. Я, наверное, сама в душе ребенок. Но если серьезно, детские средства вот эти все, мне кажется, идут намного качественней. Мне кажется, в них меньше добавляют всякой гадости. Поэтому, в принципе, я отдаю предпочтение именно детской продукции. И по поводу этого средства. Классическая версия мне очень понравилась. Один вот такой бутылек я уже использовала. Приобрела еще. Я брала с алоэ 200 миллиграммовую. И она мне понравилась по свойствам. В принципе, по свойствам такая же, как и классическая версия ихняя. Но вот именно вот это алоэ, не знаю, этот именно компонент или отдушка, или что. Не знаю, как-то не очень повлияло на меня. Я уже делала обзор. Показывала, рассказывала именно про алоэ. Именно про версию с алоэ. У меня есть сравнение продуктов для тела. Это смываемый бальзам от Нивея. И вот это масло с алоэ. Если хотите, я ссылочку оставлю внизу. Либо где-то здесь в видео вставлю. Пройдите по ссылочке и посмотрите. Я там все подробно рассказываю. Еще есть, по-моему, с ромашкой запах. Я не знаю, пробовать или нет. Наверное, может быть, так как-то отдушки на меня влияют. Вот не буду, наверное, пробовать с ромашкой. Хотя очень хочется. Может быть, приятный запах. Но, наверное, буду брать все-таки классическую. Потому что я с нее, в принципе, начинала. Ее первую попробовала. И с нее, в принципе, любовь эта вся и пошла. И мне очень нравится. И советую. Кто-нибудь это и все, наверное. Ой, нет, забыла показать. Как-то давно еще приобретала в фикс-прайсе. Очень хотела в него зайти. Посмотреть, что там. Как-то много продуктов, в принципе, и вещей всяких приобретала из фикс-прайса. Но не все показывала, так как не все заслуживают того внимания. Приобретала вот такие вот резинки. Почему вам показываю именно резинки? Казалось бы, резинки. Зачем их показывать? Резинки как резинки. Просто пошла мода одно время, недавно, на резинки без шовные, без соединений. Они очень дорого стоят на каких-то сайтах, в каких-то специализированных магазинах. Но в фикс-прайсе вот 40 рублей. Ну, сейчас уже сколько там? 42-43 рубля. Почему бы и нет? В принципе, это все-таки дешевле, чем в каких-то других магазинах брать. И я брала такую расцветку. У меня еще были две коричневые. Вернее, они и есть, только они у меня на волосах. Поэтому их здесь и нет. Они там представлены в фикс-прайсе в разных оттенках. Хотите, какие хотите, такие берите. Очень хорошо держат. Вот в 2-3 оборота хвост держат на ура, косичку. И еще я приобретала вот такую расческу, подобие тенгл-тизер. Я хотела просто попробовать ее. Я понимаю, что это качество не такое, как вот тенгл-тизер. Тем более, что, видите, все позаворачивалось. Позаворачивалось, но позаворачивалось за счет того, что я ее постоянно ложу вот так. И в сумке она лежит. У меня нет какой-то заглушки, которая будет держать форму ее. И не давать загибать вот эти вот, как сказать, зубчики. В принципе, расчесывает неплохо. Но выдирать волосы, конечно, выдирает. Я не могу сказать, что это супер какая-то вещь. Но мне нравится, что здесь не железные зубчики. Железные меня вообще убивают. Я не могу ими расчесываться. Железные выдирают у меня очень много волос. Это, конечно, поменьше выдирает. Но все равно имеет такую функцию. Могу сказать одно. Удобно носить с собой в сумке. Вот она лежит. Она такая яркая. Она такая удобная. Схватил ее. Быстро там расчесал. Прочесывает мои, конечно, густые волосы. Не с первого раза. Нужно чуть дольше чесать, чем какими-то такими ядреными обычными расческами. Еще тоже чуть не забыла показать. Покупала вот такой вот тоже в фикс прайсе. Как приспособление для бублика, в общем. Тоже хорошая вещь. Нравится мне. Но на мои волосы, которые и без того густые, и без того у меня бублик такой ядреный получается. Конечно, это большой бублик. Хотелось бы чуть поменьше. Но тоже пригодится. В принципе, делаю и подружкам с ним прически. Ну, в смысле бублики и себе делала как-то. Тоже красиво получалось. Вот и все, в принципе. Все, что я хотела показать, рассказать. Много всего накопилось. Уже даже большая часть, наверное, выбросилась. Никак не могла я снимать. Не было такой возможности. Но теперь, наверное, буду чаще радовать вас видео. Будем видеться чаще с вами. Надеюсь, вы рады этому. И всем спасибо за внимание. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok